Микс Ньюс Вечер, уважаемые слушатели, любители кино. Олег Пекас сегодня в студии. И вот сегодня я проведу эту программу один. Гости придут уже, наверное, в следующий раз. Но сегодня мы с вами поговорим, я надеюсь, может быть и при вашем участии, о фильмах, которые сейчас идут в латвийском прокате. Тем, что можно посмотреть сейчас, что в ближайшие буквально вот эти выходные и следующие выходные выходят, какие картины. Обсудим их. Я думаю, обсудим то, что сейчас происходит в мире кино, какие события. Ну и, наверное, поговорим еще и, может быть, о некоторых интересных моментах, которые связаны с кинопроцессом. Ну, вот начнем, наверное, с того, что в кинотеатрах можно будет посмотреть. В прошлый раз мы говорили, в прошлой программе «Синема» на большом экране фильм «Квентина Тарантино. Бесславные ублюдки». 18-го, завтра, 18-го числа. Это единственный сеанс будет. И очень здорово, что у нас есть такая возможность периодически смотреть фильмы, которые уже сошли с экранов. И, знаете, вот раньше ведь это была огромная проблема. Люди, когда фильм пропадал с экранов, не могли его посмотреть. Ну, не было, страшно сказать, ни VHS-ов, ни DVD, ни Blu-ray-ов. Не было возможности... Не было интернета. И людям приходилось, может быть, пользоваться таким... Даже я помню, в Москве был такой кинотеатр повторного фильма. В Риге был кинотеатр повторного фильма, который покрутил старое кино, ну, которое уже сошло с экранов. Но, тем не менее, вот у него есть свой зритель, который с удовольствием может прийти и посмотреть эту картину. И вот таким способом, таким, я бы сказал, повторного фильма кинотеатром, ну, вот является Кинокулс, который устраивает периодически такого рода просмотры. И Inglourius Bastards, бесславные ублюдки, одна из таких очень ярких тарантиновских картин с, может быть, даже окарикатуренным насилием, жестокостью. В годы войны это может быть оправдано, потому что это по отношению к немцам. Кристофер Вальц, ну, сыграл одну из своих самых таких блестящих ролей, такого нациста, негодяя, мерзавца, но, тем не менее, вот вызывающего, ну, неоднозначную совершенно реакцию. Я думаю, что, ну, фильм с участием Брэда Питта, с Тилем Швайгером, с огромным количеством актеров знаменитых, это стоит того, чтобы увидеть на большом экране. Более того, ведь мы все ждем новую картину Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», и все угадают, что произойдет дальше, потому что Квентина Тарантино все время пугает нас разговорами о том, что он собирается покинуть мир кино. И сейчас, вот если посмотреть, я открывал специально фильмографию Квентина Тарантино, у него запланирован еще один фильм, причем это очень необычный проект «Звездный путь». И, ну, обычно все-таки Квентина Тарантино не снимал фантастику до сих пор, и для него это такой необычный новый жанр, хотя, ну, вот, есть режиссеры, ну, были, скажем, Стэнли Кубрик снимал. Каждую картину совершенно в другом стиле, в другом жанре у него были и фантастика, и фильмы ужасов, и исторические картины, и драмы, то есть это все абсолютно, вот, и пеплум, то есть он менял стили, как перчатки, для него это был каждый раз вызов. Квентина Тарантино все-таки больше специализируется на фильмах, вестернах, гангстерских фильмах. Интересно, что он сделает с фильмом «Звездный путь», насколько там ему удастся проявить себя, но режиссер заявлял, что он вот снимет 10 фильмов и покинет мир кино. Однако сейчас вот он вроде бы оставляет лазейку, он говорит 10 фильмов, оригинальных фильмов, то есть именно по своим сценариям, а «Звездный путь», ну, говорит, я, возможно, это будет моей лазейкой, чтобы я мог сказать, ну, «Звездный путь» это не считается, то есть я хочу закончить оригинальным фильмом. И таким образом мы сможем что-то еще, может быть, впереди нас ожидает еще одна картина. С фильмом «Звездный путь» вот пока это очень мало информации. В декабре 17-го года появилась информация, что Тарантино пригласили заняться постановкой полнометражного «Звездного пути». Он сотрудничает с Джей Джей Абрамсом, студией «Парамоунт» и разрабатывает идею для нового фильма-франшизы. Официально производство по-прежнему не запущено. Иногда Тарантино заявил, что сценарий фильма готов, и теперь он ждет правок. С другой стороны, вот он говорит, что после съемок 10-го фильма он будет писать книги, будет заниматься театральными постановками, и, конечно, он будет продолжать заниматься творчеством, но, тем не менее, это будет немножко уже другое, как говорится, кино. Ну, это вот такой сеанс на этой неделе, 18-го числа, который «Инглориус Бастардс. Бесславные ублюдки». Картина, которая выходит только на одном сеансе, и поэтому у вас есть возможность ее посмотреть только один день и один сеанс. Что касается фильма, мультика диснеевского «Король лев», который сейчас переснят и сделан при помощи новых компьютерных технологий, практически звери выглядят абсолютно натуралистично, и как будто бы это фильм уже непонятно какой. Это явно не анимация, это компьютерная графика, и это сделано так, чтобы вы ахнули, ощутили себя за просмотром какого-нибудь там National Geographic или там Discovery канала. Тем не менее, эта картина «Король лев» повторяет абсолютно, она повторяет сюжет оригинального мультфильма, собственно, козни злого льва против хорошего льва, маленький львенок, который вынужден отправиться в изгнание, и затем, пройдя вот такой долгий путь стать королем, все это мы прекрасно знаем и помним, я надеюсь, что я не выдаю никаких спойлеров. Конечно, Дисней сейчас, легче всего обвинить Дисней в отсутствии свежих идей, потому что Дисней занимается тем, что он перезапускает свои старые картины, причем делает их живые версии легендарных анимированных лент. Я напомню, что вышел фильм «Дамбо», который Тим Бертон ни много ни мало снял по мультику, классическому мультику Уолта Диснея. Вышел фильм недавно «Аладдин», у которого был, кстати, больший успех, чем у «Дамбо». «Дамбо» как-то не то чтобы провалился, конечно, в прокате, но явно он не собрал тех денег, на которые Дисней рассчитывал. И на очереди вот эта картина «Король лев», она выходит послезавтра, не завтра, а послезавтра ее премьера состоится. И еще одна картина находится в производстве – это «Русалочка». Причем это будет действительно игровое уже кино. Я напомню, что идея пригласить на «Русалочки» темнокожую актрису, она сейчас вызвала очень большие споры, поскольку, конечно, все помнят оригинальный мультик, все помнят сказку Ганса Христиана Андерсена, но несколько в таком недоумении, насколько далеко можно зайти вот в этих рамках того, чтобы менять сюжет в угоду политкорректности. Впрочем, ну вот поживем-увидим, насколько вот эта «Русалочка» сможет привлечь внимание зрителей, и вообще, насколько интересно зрителям посмотреть заново уже ремейк практически фильма, только переснятый с живыми актерами или вот как будто бы с живыми животными, но тем не менее мы понимаем, что животные эти были сгенерированы на компьютере, но очень-очень реалистично. И вот в этом кроется, конечно, и проблема, потому что я уже начал читать первые отзывы на «Короля льва». Нет, не то чтобы, ну, там, фильм плох или что-то еще, но отмечают, что фильм действительно самое большое его достоинство – это реалистичные вот эти CGI-персонажи, которые, ну, ты абсолютно веришь, что это живые существа, то есть это очень реалистично все сделано. Да, но если вы, конечно, помните, я думаю, все помнят мультик, на котором выросло уже там не одно поколение зрителей, это мультик, в котором, естественно, у животных человеческая мимика, и эта мимика, которая позволяет сделать мультипликация, она, естественно, исчезает, когда мы говорим про реалистичное изображение животного. Ну, то есть вот есть собака-улыбака, у нее она может там рот до ушей, может кот, наверное, еще там как-то очень-очень скорчить такую жалобную физиономию. Но все-таки дикие животные, они не могут разыграть, ну, поскольку это все действительно сделано очень реалистично, эти эмоции, они выглядели бы очень неестественно, если бы эти животные переживали вот эти человеческие, человеческую мимику пытались имитировать. И, конечно, вот в этом может быть одна из таких проблем, поскольку это пошаговая адаптация мультфильма, ну, и эта попытка сыграть на ностальгии, потому что Дисней очень боится экспериментировать, и здесь все идет точно так же, как в мультике, чтобы не отпугнуть старшую аудиторию, которая бы возмутилась тем, что там что-то изменили. Но этот страх, вот это желание обезопасить себя и создать такой, может быть, какой-то такой продукт беззубый, вот делает его действительно беззубым, немножечко беззубым, и я, ну, боюсь сейчас строить какие-то предположения, как эта картина себя покажет в прокате. Конечно, хочется ее посмотреть и затем уже вынести свой вердикт. Ну, раскручивается этот фильм очень сильно, поскольку здесь привлечены очень известные и актеры для озвучания, там, Сет Роген, очень популярный Дональд Гловер. Я не знаю, услышим ли мы, ну, наверняка будет три версии, скорее всего, в нашем прокате. Это будет оригинальная английская версия, наверняка будет дублированная на латышский язык, и русская для русского зрителя, и в русской версии говорят, что даже музыку и песни перевели, продублировали, и некоторых это очень сильно возмутило, потому что, ну, конечно, хотелось всем услышать в оригинальном исполнении песни. Но вот, к сожалению, если вы пойдете смотреть дублированную версию, будьте готовы к тому, что оригинального саундтрека вы не услышите. Ну, и вот Бейонсе записала, она озвучивала львицу Налу, и она записала один из главных хитов к этому мультику, песню «Спирит», и буквально вот сегодня появился в интернете клип на эту песню, который сопровождается как раз-таки с кадрами из фильма, и в этом клипе можно увидеть дочь Бейонсе, Блю Айви Картер. Ну, и, конечно, вот сопровождает эту песню кадры из фильма «Король лев». Ну, то есть вот, если интересуетесь, можете посмотреть и получить еще представление об этой картине. Ну, что, вот я боюсь, что уже осталось буквально 1-1,5 минуты до перерыва, а я бы не хотел начинать рассказ о фильме, который я посмотрел и мне очень понравился, и он выходит вот как раз на эти выходные в пятницу, «Мидсомар» или «Солнцестояние». Картина, которая, мне кажется, очень необычная и заслуживает внимания, и, может быть, люди, которые вот устали от такого голливудского Макдональдса, где есть уже, ну, какие-то штампы, наработанные какие-то схемы, которые используются часто даже в какой-то бездушной, бездушной используются. Вот «Мидсомар», он выбивается из этого ряда, он очень вызывает эмоции большие, и даже если вы не любите ужасники, если вы не любите фильмы ужасов, вам стоит сходить и посмотреть эту картину, потому что настоящего ужаса там мало, но есть атмосфера, нагнетаемая атмосфера, и вот об этом мы поговорим, может быть, уже после перерыва, и заодно обсудим другие новости кино. Ну что, продолжаем синему. Еще одно интересное кино, которое можно посмотреть, здесь оно выходит у нас на этой неделе, и действительно это такой, я бы сказал, знаете, вот обычно запускают, когда фильмы стараются играть на контрасте, то есть если выходит детский семейный фильм, то, в принципе, нужно что-то запустить такое, что зацепит другую аудиторию, которая на семейное кино не ходит. И вот, это фильм «Солнцестояние», очень необычный хоррор, такой, ну, психоделический фолк-хоррор, как его интерпретируют, то есть вот такой жанр фолк-хоррора, появившийся достаточно давно, но получивший, вот интересно, какое-то распространение в конце 60-х, начале 70-х годов, тогда вот появился знаменитый плетеный человек, не тот с Николасом Кейджем, а оригинальный фильм. Обычно это что-то, ну, вот рассказывающее о каких-то культах, о обрядах, о каких-то народных традициях, которые вот оборачиваются какими-то ужасами, страстями, и картина, которая вот выходит на наши экраны, на самом деле она не такая страшная. Если вот брать по хромендражу, она ведет два с половиной часа, то есть это очень длинный такой атмосферный фильм, который, на самом деле, пролетает буквально за одно мгновение, если не пить много газировки, чтобы вот не захотелось покинуть зал. Действительно, вы не заметите, как эти два с половиной часа пролетят, потому что в картине так много физического насилия. То есть есть, ну, достаточно, ну, начинается фильм с сцены, немножечко брутальной для того, чтобы мы поняли, что это все-таки не комедия. Через час где-то произойдет что-то ужасное, и финал фильма, где действительно, ну, минут десять это будут, ну, достаточно такими, ну, понемножку попугающими. Нагнетание страха, нагнетание атмосферы вот режиссером Ари Астера очень происходит постепенно. Речь идет об американских туристах, ну, точнее, вот можно даже представить, что это, сам режиссер говорил, это фильм о расставании, потому что в центре этого сюжета девушка, которая, ее зовут Дани, и она, ну, страдает психическими немножечко расстройствами, и в семье ее происходит трагедия, то есть она теряет родителей и свою сестру, и в результате парень, с которым вот она встречается, чувствует себя обязанным ее поддержать. Ну, вот он не может бросить эту девушку, хотя, на самом деле, их отношения достигли той точки, когда он хотел с ней расстаться, но из-за того, что произошла вот эта драма, трагедия, он чувствует себя обязанным поддержать свою девушку, и более того, ему приходится ее пригласить в поездку, собственно, она, ну, как бы напрашивается, и он не может ей отказать, поездку, которая, в принципе, как мальчишник, американские молодые люди собираются поехать в Швецию и поехать на праздник солнцестояния. Мамочки дорогие, это же наша лига практически, вот с этими песнями, плясками, кострами, с какими-то традициями застольными. Это действительно наша абсолютно лига, и поэтому в зале, вот когда показывали этот фильм, стоял, ну, временами просто гомерический хохот, потому что мы узнавали все вот эти реалии. Более того, ну, когда вот ты думаешь, боже мой, вот я после смеха вдруг испытывал чувство досады, и думал, почему, почему мы не использовали вот этот, не за праздник песни, там, Лигу, как какую-то такую вот атмосферу для создания такого жанрового кино. Причем в зале сидел режиссер Айк Карапетян, хотел просто повернуться, крикнуть, Айк, ну почему же ты не снял вот именно такое кино, отвлеченный, вот тем более, у него были фильмы, и еще картины, которые, ну, вот можно отнести к жанру ужаса, но тем не менее, вот именно в этой картине «Солнцестояние», здесь вот фолк, эта ситуация, она настолько для нас знакома и забавна, что зал, ну, не мог буквально оторваться от экрана, и друзья приезжают вот на этот, как будто бы фестиваль, праздник середины лета, Митцомар, и это шведская община, все очень веселые, позитивные вроде бы люди, но вот постепенно-постепенно мы видим, понимаем, что по каким-то знаком, что что-то в этой общине не то. И это как какие-то картинки, которые, значит, украшают стены жилища, где можно найти очень много непристойного, кстати, и это все затем воплощается в жизни. И в каких-то вот вроде бы какие-то мрачные, ну вот временами какие-то паузы, которые возникают у них, и мы не понимаем, что, почему вдруг все как-то так мрачнеют и как-то замирают. И вот этими маленькими какими-то штрихами вот Ариастер, он создает какое-то такое вот напряжение в кадре до момента, вот в котором, я не буду видеть, вот через час наступает какой-то момент перелома, когда, казалось бы, нужно просто вызывать полицию, нужно вот куда-то бежать, но тем не менее вот американские туристы, они решают остаться, и они их убеждают. Это вот, как, знаете, вот есть момент, вот который позволяет, если мы это принимаем, мы дальше вот как бы втягиваемся, мы принимаем и все остальное, и дальше уже кажется, что убежать из этой общины невозможно, и более того, мы понимаем, что произойдет что-то ужасное, вот к этому ужасному нас все время подталкивают. И картина, действительно, она сделана с большим вкусом, с большим таким вот чувством прекрасного, потому что кадры вот этих фолк-веселья, они смотрятся вот очень интересно, занимательно, и если вот убрать несколько вот этих страшных каких-то моментов, которые с двух с половиной часов занимают, ну, может быть, от силы минут семь-восемь на экране, физического времени. На самом деле, вот это могло бы быть в кино, казалось бы, это просто какая-то вот поездка по сельским пейзажам Швеции. Картина, я думаю, что произведет впечатление. Там играют актеры не очень известные, вот хотя Флоренс Пьёна очень похожа на молодую Кейт Уинслет. Я не знаю, почему-то я видел все время Кейт Уинслет, молоденькую в её образе. А ещё Уилл Пултер, это, по-моему, именно он очень популярный комедийный актёр. В Америке он играл в комедии «Мы Миллеры». И, разумеется, вот такой сексуально озабоченный персонаж, который приезжает в Швецию с желанием как бы закрутить роман с наибольшим количеством шведских, значит, молочниц. Естественно, ну, вот, скажем так, опять спойлеры напрашиваются, погибает первым. И всё идёт абсолютно по законам развития фильма ужасов. Но, тем не менее, вот этих хорроров, я говорю, очень мало, и они очень замаскированы, и нас ведут к этому трагическому просто финалу, который просто, я бы сказал, греческая трагедия. Так что обратите внимание на эту картину, обязательно обратите, и, я думаю, она этого стоит. Фильм в американском прокате тоже вышел. В принципе, показывает себя неплохо. У него 16 миллионов сборы кассовые. Ну, и ещё один фильм, который выходит на этой неделе, «Искусство обмана». Если честно, Эмилия Рытаковски – это модель, которая сейчас попыталась стать актрисой. Очень вторичный, третичный, даже, я бы сказал, четвертичный сюжет о похитителе предметов искусства, который встречает такую же мошенницу, и они вдвоём пытаются провернуть крупную аферу. Ну, то есть, этих сюжетов мы видели уже миллион раз. Честно говоря, ни харизмы, ни какой-то оригинальности в этих сюжетах нет. «Искусство обмана». И нас ожидают ещё на следующей неделе две большие картины. Это уже будут, ну, такие летние блокбастеры. «Хоббс и шоу». Это такой спин-офф, ответвление от «Форсажа». И эта картина… Я напомню, что в «Форсаже» возник конфликт, актёрский конфликт. Дуэйн Скала Джонсон и, господи, главный лысый персонаж «Форсажа», Пол Уокер. И вот второй актёр, который с Полом Уокером всегда считались вот они вдвоём главные персонажи. Вот возник конфликт. И в результате Дуэйн Скала Джонсон вместе с Джейсоном Стэтхэмом они решили снимать своё кино. Ну, то есть, там как-то получилось такое ответвление весёлое, очень забавное. Те персонажи, которые были непримиренными врагами, затем подружились вот за время всех серий, ну, последних «Форсажа», для них сделали специальный фильм, я думаю, что тоже очень яркий, шумный, взрывной, с погонями, автомобилями. То есть, это такое летнее попкорновое кино, но оно, я бы сказал, такое олдскульное. То есть, потому что сейчас очень много картин, которые нашпигованы компьютерной, техники комиксами, и уже, если вдруг вот люди устали от всевозможных, там, пауков на экране, там, летучих мышей, они могут посмотреть нормальное человеческое кино, вот, ну, какое-то такое олдскульное, именно придя на сеансы хоббса и шоу. И, что интересно, история «Игрушек 4», почему вот её выпускают на следующей неделе, мне очень сложно объяснить. долго тянулись с датой объявления релиза, и почему-то вот они столкнутся в прокате, ну, «Король лев», я имею в виду, «История игрушек 4», потому что, если честно, мне кажется, очень неправильно как-то было их выпускать в одно время, хотя бы вот чуть-чуть их развести, потому что понятно, что и «Король лев», он имеет свою аудиторию, и «История игрушек», ну, «История игрушек» более сложная ситуация, потому что эта картина вышла, мне кажется, чуть позже, и вот в Америке просто поколение выросло на «История игрушек», они знают все песни, они знают просто всё-всё-всё-всё-всё про первый, второй и третий вышедший фильм. У нас эта картина, то ли, ну, вот, по-моему, она не выходила на большом, тогда была такая ситуация, что на большом экране мы не видели первого, второго фильма, и почему-то вот любовь, нет у этого поколения, у которого была бы ностальгия по «Истории игрушек», и поэтому вот четвёртый фильм, я не строю больших каких-то иллюзий, что станет он у нас, ну, супер-супер хитом, хотя, конечно, ну, свою аудиторию, и, понятно, семейную найдёт, но почему-то вот, ну, к сожалению, они выходят друг за дружкой, и «Король лев» и «История игрушек 4» не могут никак поделить аудиторию. Ну, и вот, что касается картин, которые сейчас идут в прокате в нашем латвийском, я хочу сказать, что «Человек-паук» далеко от дома, картина самая, ну, вот, самая посещаемая, 3,5 тысячи зрителей за уикенды, 22 почти тысячи за 2 недели проката. «Человек-паук», он запущен уже на волне «Мстителей», это третья уже, по-моему, реинкарнация. Был сначала Тоби Магуайр, потом Эндрю Гарфилд, была трилогия, и вот сейчас запускают в третий раз всю эту историю «Человека-паука», и, конечно, это просто, ну, я думаю, какой-то уникальный случай, когда на памяти просто одного поколения мы видим, как по кругу ходят эти трилогии, повторяя один и тот же сюжет, и самое удивительное, что публика идет, публика смотрит, публике это нравится, ну, раз нравится, ну, наверное, будут снимать еще и еще. Кстати, «Человек-паук» продолжает лидировать и в американском прокате, вот и по всему миру, у него уже 850 миллионов долларов, но люди проголосовали, так что что же мы будем пенять на зеркало, я понимаю, что теперь нас ждет сплошной «Человек-паук». «Тайная жизнь животных» – это картина, ну, такое семейное кино, мультик для семейного просмотра, очень хорошие у него показатели, 7 недель он в прокате идет, 74 тысячи зрителей посмотрели его, и, наверное, это как раз тот вариант, когда детям интересно, и родители тоже с удовольствием ходят с детьми в кино посмотреть эту картину. На третьем месте такой уже «Ужасник» «Аннабель-3». Он стартовал, ну, для «Ужасников» совсем неплохо, 2397 зрителей. На четвертом месте «Злые куклы». Это не «Ужасник», это мультфильм, анимационный фильм тоже, который рассчитан все-таки на такую именно детскую аудиторию. На пятом месте «Аладдин». На шестом месте «Анна». Это картина Люка Бессона, и я замечу, что картина, ну, в американском прокате провалилась. Попытка Бессона эксплуатировать историю про женщину-киллера, ну, уже надо, в принципе, и честь знать, тем более, что картина, это откровенно такая немножко смешная, ну, изображающая все-таки в реалии российские, там действия происходят, КГБ вербует неблагополучную девушку, и вот он решил из Франции перенести действие в Россию. В результате очень много ошибок, ляпов, несоответствий уже обнаружили там российские зрители. Но, тем не менее, в России, кстати, фильм Бессона показывает лучшие показатели. Вообще, в России очень любят Бессона. Может быть, ну, не знаю, «Магия пятого элемента», там, Жанны Д'Арк еще не развеялась, Леона, разумеется, то есть, ну, как бы, его репутация пока еще держится и приносит зрителей. В американском прокате фильм «Разнесли», и, кстати, у нас его, я думаю, что картина уже на второй неделе потеряла зрителей, очень сильно провалилась, и у нее, ну, плохое сарафанное радио, и я понимаю, что фильм скоро исчезнет с наших экранов. На седьмом месте еще одни неудачники, это «Мужчины в черном», попытка перезапустить, опять-таки, из-за очень плохих показателей показателей, эта картина, ну, вот, уходит из проката, уже пятая, ну, пятая неделя, но у нее 580 зрителей за уикенд, и это, ну, скажем так, для блокбастера такого рода плохой, плохой очень показатель. На восьмом месте комедия «Черная мошенница», и вот на девятом месте фильм «Вчера». Картина, ну, опять-таки, вот я испытываю каждый раз боль, потому что, можно сказать, трилогия, вот «Рокетмен», «Богемская рапсодия», и фильм «Вчера» — это три музыкальные ленты, которые эксплуатируют, понятно, популярную музыку, «Богемская рапсодия», «Квин», «Рокетмен» — это песни Алтана Джона, «Вчера» — это «Битлз», мир, в котором вдруг все забыли о существовании «Битлз», и единственный человек, который помнит все песни, и наизусть он может извлечь из этого удивительную пользу, то есть, он его признает гениальным сочинителем и гениальным исполнителем. Смешная ситуация, казалось бы, вот история одной шутки, но, тем не менее, фильм достаточно хорошо сделан, и эта картина, к сожалению, тоже показывает плохие результаты в нашем кинопрокате, то ли дело в погоде, в каком-то сезонном настроении, что летом люди не очень хотят смотреть такого рода музыкальные фильмы, им хотелось бы чего-то попроще, больше стрельбы, драк, экшена, и я, ну, честно скажу, я не могу объяснить, потому что картина хорошая, но, к сожалению, вот у нее такая судьба. Ну и вот буквально следом за ней идет «Рокетмен», у которого чуть-чуть получше ситуация, но все равно такая, ну, скажем, несопоставимая с «Богемской рапсодией», «Богемская рапсодия», которая вышла в начале года, ей каким-то образом, вот она 37 недель находится в нашем прокате, и перевалило количество за 100 тысяч, это феноменальный результат, очень мало в нашем латвийском прокате фильмов, которые посмотрели более 100 тысяч человек, их можно, наверное, пересчитать на пальцах одной руки, и вот одним из этих пальцев будет «Богемская рапсодия». Почему один раз эта формула сработала, а в двух других случаях не сработала? Вот это те загадки, на которые должны найти ответы маркетологи, которые занимаются распространением фильмов. Ну и вот еще в нашем прокате идет «Джон Уикк» «Парабеллум». Кстати, картина эта с Киану Ривзом, ну, разруганная критиками, но тем не менее она показывает неплохие результаты, неплохие сборы у нас, и если посмотреть по миру, более 300 миллионов долларов. Фильм, я думаю, что обязательно будет снята продолжение, уже четвертая серия, и эту картину мы увидим еще на наших экранах в продолжении. Ну и вот осталось буквально пару минут, я просто хочу сказать пару слов о том, что ждем с нетерпением нового «Терминатора», и вот недавно я читал интервью с Линдой Хэмилтон, которая призналась, что когда ее снова позвали вернуться к роли Сары Коннор, она несколько недель думала, несмотря на то, что ее приглашал уже сам лично Джеймс Кэмерон, который снял ее в первом и втором фильме, и обещал, что это будет вот именно продолжение вот этой оригинальной истории. Тем не менее она очень боялась, и говорила, что я не была уверена, что я смогу привнести что-то новое, я хотела понять, как же вот события могли изменить моего персонажа, двинуть вперед, и, ну, в общем, она говорила, что я очень не хотела просто повторяться, повторять старые идеи, хотела что-то привнести новое, ну, и интересно, что действительно, ну, она у нее была просто небольшой камео в «Терминатор» «Да придет спаситель», то есть она, в принципе, играла в последний раз эту роль в девяносто первом году в фильме «Терминатор 2». Ну, и ждем, действительно, будет ли это возрождением франшизы, потому что после второго фильма, мне кажется, явно пошла франшиза не туда, и, к сожалению, вот была практически загублена. Сможет ли Джеймс Кэмерон вернуться, вернуть ее, потому что я напомню, что он продал права, и поэтому, начиная вот с третьего фильма, он не занимался «Терминаторами», и поэтому есть все шансы, что он сможет все-таки что-то сделать, потому что мне кажется, что второй «Терминатор», который получился еще круче первого, это очень редкий случай, когда продолжение получается сильнее оригинала. Ну, и самое последнее, вот забавный момент, «Леди Гага», которая сейчас вроде бы встречается с Брэдли Купером, утверждают таблоиды, официально она не подтвердила, получается таким образом, что именно она стала виновницей расставания этого актера и режиссера фильма «Звезда» родилась с Ириной Шейк, сейчас вызвала она волну такого хейтерства со стороны российских поклонников и поклонниц Ирины Шейк, которые стали атаковать инстаграм певицы, сначала они просто ее называли там «стервой», требовали оставить Брэдли Купера в покое, все это писали кириллицы по-русски, но в последние буквально дни инстаграм «Леди Гага» превратился в такой своеобразный, я бы сказал, форум русских пользователей, где начали обсуждать и рецепты борща, кто-то, значит, спрашивает, что делать, если подгорела гречка, спрашивают шутливо, есть ли смысл убирать елку, и многие благодарят уже комментаторов, говорят, что половину проблем своей жизни я решил только благодаря этой группе, и, по-моему, уже назвали это, как-то очень смешно, как в «Гага-форум» именно такой, и среди комментаторов заметили российских знаменитостей, в том числе вот Аллу Михееву, Эвелину Блёданс и Гаррика Мартиросяна, который оставил короткое сообщение, «Харламов, перезвони мне». Очень смешно, действительно пишут про пробки на МКАДе, продают «Мерседесы», в общем, «Леди Гага», я думаю, назвали «Гага-чат», вот назвали так ее инстаграм-аккаунт, и сейчас там собирается более двухсот, по-моему, тысяч россиян, и этот такой импровизированный флешмоб действительно стал, ну, я бы сказал, таким социальным явлением. Ну, и на этом, на этой ноте, наверное, я уже завершу программу «Синема», встретимся через неделю, будем обсуждать новые фильмы, будем разговаривать с новыми гостями. С вами был Олег Пик, и до свидания.